Дрэгон Чемпионс Дрэгон Чемпионс Дрэгон Чемпионс Дрэгон Чемпионс Дрэгон Чемпионс Перед боем нам предоставляет возможность почитать диалоги. Собственно, очень интересные диалоги здесь составлены, приправлены небольшим юмором, что вносит свою вот изюминку в игровой процесс, то есть избавляет от монотонности и плавно знакомит нас с сюжетом игры. Ранта. То есть вот наш один из персонажей. Посмотрите, какая качественная анимация. Пропустить каги. Ранта мы не можем ждать долго. Я ощущаю эманации странной энергии. В дуновении каждого ветерка. Атом. Слышу осторожные шаги в нашем направлении, пернатый. Знаешь, как называют неуклюжие? Крадущихся людей? Ммм... Мишей! Итак, первая команда... Так, давайте немножко уменьшим скорость анимации. Первая команда... Вот людишки. Здесь есть у нас маг-фанатик, фанатик-воин и фанатик-лучник, что свидетельствует о многих игровых классах и фракциях у персонажей. Скорость боя можно увеличивать до четырех кратных. Но если вам как бы уже не терпится просто проскочить уровень, то это то, что нужно. Причем доступно сразу с самого начала игры. Каждый персонаж имеет свои особенности. Свои уникальные удары. Ну, к примеру, первый обычный удар на непрокачанном персонаже наносит 30% физического урона всем противникам. То есть просто перс постоянно будет бомбить всех подряд. Здесь же у нас наносит 100% физического урона с вероятностью 30% накладывает ослабление брони на один ход. Также эти способности улучшаются. Ну, да, пока не будем сильно напрягать вас знанием различных комбинаций и способностей. Так, наш орк Оркша призвала медведя. Такой опаснейший медведь. Плюс у него есть эффект танкования. То есть все удары берет на себя. Провокация. Так, мах сразу по всем бабахнул. Отлично. Даже если победили нашего медведя ничего страшного. Это ведь был призванный медведь. Ну, скорость я, пожалуй, могу и увеличить хотя бы на двоечку. Анимация как зашевелилась. Вот. На четверке же вообще там просто не успеваешь смотреть, что происходит. Думаешь, как же так, как же так. Вот это да. То есть скорость, качество и графика. Так, ну, получили здесь различный лут. Это птица? Это самолет? Нет! Это твой лут! И варианты нам насыпали. Далее нажимаем. Чем еще примечательна эта игра? Да, понятно. То есть мы видим прекрасно проработанный детальный мир. Бои команда на команду. Все персонажи разные. То есть здесь идет фишка прокача персонажей. Вот. давайте зайдем в герои. Посмотрим, что у нас есть. На данный момент у меня открыто немного героев. Всего лишь восемь персонажей. Вот первый Дориан, который дается всем игрокам в ходе обучающих компаний миссий. И варианты снаряжения. То есть мы находим снаряжение, экипируем его и уровень повышается этого редкости. То есть видите зеленые рамочки, здесь серые рамочки, то есть очень похоже на такие игры АФК Арина, Мэджик Раш, вот особенно как бы вот сама модель экипировки очень-очень похожа. Здесь мы видим характеристики. Физическая броня, магическая броня. Все очень-очень детально проработано. Ну с героем, я думаю, ознакомиться можно будет на досуге. как-нибудь отдельные обзоры провести. Но что здесь есть еще? То есть вот наш начальный экран. Здесь вы видите, смотрите, бесплатные сундучки. Давайте, кстати, откроем. Можно получить. Ну давайте откроем, посмотрим. С сундучками разобрались. Есть здесь ежедневные задания, выполняя которые мы можем получить различные награды. Так, получаем, отлично. Экипируйте предмет снаряжения на героя. Опыт получили, еще бы. Два любых сундучка, еще опыт. получаем уровень, получаем еще награды. в этом плане. В этом плане развития самого игрока, аккаунт, она плавно вводит нас в игру. То есть не сразу все сваливается, вот давайте, топите, идите туда, не знаем куда, а плавненько вводит нас в игру. Так, получаем осколки персонажа, билеты пропуска и премиумную валюту дракон. Причем, что интересно, с увеличением уровня игрока нам становятся доступны все новые и новые локации, о которых, собственно, я и буду снимать обзоры уже в дальнейших видео. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok